Шесть. Именно столько температурных рекордов побила мартовская погода в Мордовии. В 2002, 2007 и 2008 годах первый весенний месяц тоже был жарким, но не до такой степени. Аномально жаркую погоду в Мордовии фиксировали 16, 21, 23, 25 и 26 марта. Абсолютный максимум температур в Саранске достигал отметки в 12 градусов, в отдельных районах республики доходил до 18. Климатическая весна в Мордовии наступила почти на три недели раньше, чем обычно. Среднесуточная температура воздуха в марте оказалась выше нормы на 4-5 градусов. Это отмечают не только синоптики, но и жители столицы Мордовии. В марте очень тепло в этом году. Но, с одной стороны, поднимается у всех людей настроение, и, мне кажется, люди становятся немного счастливее. В принципе, нормально, в природе нет плохой погоды. Но в начале марта действительно была аномально теплая, для меня лично погода. Но сейчас, конечно, дает о себе знать, немножечко дождей тоже нужно. Несмотря на прогноз погоды, синоптики обещают все-таки нам потепление. Поэтому очень-очень надеемся и ждем, что не придется нам больше этих целлофанок надевать на коляске, и будем спокойно гулять с малышами. Всякая погода, благодать, так скажем. По аномальной теплой погоде, март этого года стал вторым после 2020-го. Тогда среднесуточная температура днем была около 5 градусов. Побить этот рекорд в 2023-м не удалось. Однако, это и к лучшему. Ведь очень теплая погода может быть чревата последствиями. В том же 2020-м все температурные рекорды весны взял на себя первый месяц. А вот апрель и май выдались холодными. В этом году март прощается с нами дождем и ветром. Но это настроение жителей не омрачает, ведь не за горами дачный сезон, а осадки почвы пойдут только на пользу. Дождик нужен весной для полей, для земли, для травы. Сразу травка зеленая, асфальт чистый, весенняя погода. Без дождей земля будет сухая, да и ничего не вырастет. А это хорошо, что дождь идет. Да все нужно. Чем дольше снег лежит, тем лучше для огорода. Вода и все остальное. Да вообще для сельского хозяйства. После вот такой аномалий теплой погоды в середине недели прошел холодный атмосферный фронт. И температура воздуха значительно понизилась. В ближайшие сутки температура воздуха ночью составит 0,5 градусов. Днем 6,11. Будут отмечаться осадки в виде дождя. В воскресенье и понедельник на фоне роста атмосферного давления осадков не ожидается. Температура воздуха повысится до 10-12 градусов. Это считается нормой для первой декады апреля. А вот соседям с погодой повезло чуть меньше. 31 марта в Пензе с утра идет снег. Такое явление застало жителей врасплох, ведь теплая погода в области установилась уже давно. И если в Пензе горожане наблюдали лишь редкие хлопья снега, Ростовскую область накрыла настоящим снегопадом. Это стало причиной пробок в городе и даже задержки пассажирских поездов. Ирина Суконкина, Сергей Кувакин. Народные новости.